Скотт Пилигрим против всех вышел на экраны в 2010 году благодаря режиссёру Эдгару Райту. Основанный на графических новеллах Брайана Ли О'Мелли, фильм стал культовым из-за бешеного экшена, причудливого и вызывающего приятные эмоции сюжета и впечатляющего актёрского состава. И в этом видео вы узнаете, чем занимались актёры с момента появления в этом фильме. Ни один другой актёр не смог бы сыграть слишком скромного и неуверенного в себе Скотта Пилигрима так идеально, как это сделал Майкл Серра. К тому моменту актёр уже сделал себе имя в популярных комедиях, таких как Суперперцы, и в культовых телесериалах, например, Задержка в развитии. Тем не менее, Скотт Пилигрим также дал возможность Сэре продемонстрировать свой талант в качестве героя боевиков во время драк со злыми бывшими Рамоны. – Мистер Ли! – Вы нужны на сцене! С момента выхода фильма про Скотта Пилигрима, Сэра продолжает стабильно работать в сфере кино, появившись во множестве комедий, таких как Конец света 2013 Апокалипсис по-голливудски, а также в драмах Большая игра и Глория Белл. Сэра также пробовал себя в озвучке, подарив свой голос персонажу анимационного фильма 2021 года Криптополис и Робину в мультфильме Лего фильм Бэтмен. На малом экране Сэра также появлялся в таких сериалах, как Жаркое американское лето, Первый день лагеря, Твин Пикс 2017 года и, конечно же, в продолжении сериала задержка в развитии от Netflix, где он вернулся к своей роли Джорджа Майкла Блута. Роль поразительно красивой, умной, крутой и невозмутимой Рамоне Флауэрс была настоящим вызовом для любой актрисы, но, к счастью, Мэри Элизабет Уинстод прекрасно справилась с задачей, когда Эдгар Райт поручил ей эту роль. В конечном итоге, несмотря на красочную абсурдность сюжета, зрители понимают, почему Скотт решает рискнуть своей жизнью, сражаясь со множеством злых бывших, чтобы завоевать сердце Рамоне. Разве эти двое не прекрасная пара? Наверное, нет, но мы все равно за них переживаем. С момента появления в Скотте Пилигриме у Уинстод не было недостатка в проектах, так как она получила роли в ряде фильмов, в том числе Лови момент и Человек-швейцарский нож. Актриса также отлично сыграла в фильме Кловерфилд 10 в 2016 году. В последние годы Уинстод снялась в сериале Фарго и в фильме Гемини 2019 года. На супергеройском поприще Уинстод выступила в роли охотницы в популярном фильме по комиксам DC 20-го года Хищные птицы. Скотт Пилигрим против всех наполнен забавными персонажами, но в роли сдержанного и находчивого соседа Скотта по комнате, Уоллеса, Киран Калкин продемонстрировал самую забавную актерскую игру во всем фильме. Уоллес неоднократно соблазняет молодых парней, и при этом часто поддерживает Скотта, и всегда может подобрать нужные слова в подходящий момент. Так что невозможно не смеяться над образом, который Калкин создал для своего персонажа. Актёр играет в кино с самого детства, но подписчикам HBO и телезрителям он больше всего известен по второстепенной роли дерзкого Романа Рэя в сериале Наследники – черной комедии о богатой семье и её детях, которые стремятся получить место своего отца и власть во главе семейного мегаконгломерата. Калкин два года подряд получал номинацию на Эмми за эту роль, доказав, что его восхитительное исполнение роли Романа – не просто везение. Продолжая ухаживать за Рамоной, Скотт с удивлением обнаруживает, что должен победить её бывших, чтобы заработать право встречаться с ней. И один из этих бывших – настоящая кинозвезда. Когда Скотт и Рамона пересекаются с её вторым бывшим, Лукасом Ли, которого играет Крис Эванс, этот персонаж находится в разгаре съемок своего нового блокбастера, но он все же находит время, чтобы сразиться со Скоттом за благосклонность Рамоны. К тому моменту, когда Эванс подписался на роль Лукаса Ли в фильме Скотт Пилигрим против всех, актёр уже был кинозвездой в реальной жизни. После первой адаптации комиксов, в которой он принял участие, Фантастическая четверка 2007 года, Эванс сыграл ещё одну роль в экранизации комиксов Marvel, которая в конечном итоге определила период блокбастеров в карьере актёра. Он сыграл Стива Роджерса, он же Капитан Америка. Эванс дебютировал в этой роли всего через год после выхода Скотта Пилигрима против всех, сыграв главную роль в фильме 2011 года Первый Мститель, и повторил её ещё в двух фильмах про Капитана Америка и нескольких фильмах-кроссоверах Мстителей, прежде чем передать свой щит преемнику в Мстителях Финал 2019 года. Помимо киновселенной Marvel, Эванс также появился в нескольких других картинах, включая признанный критиками хит Достать ножи, который показал, что актёр больше, чем просто Мститель. Сестра Скотта по имени Стейси в исполнении Анны Кендрик не играет большой роли в фильме, но приятно видеть её каждый раз, когда она появляется на экране. Ругает ли она Скотта из-за его слишком взрослой девушки, или теряет ещё одного парня, который поддаётся чарам Уоллеса. Стейси является одним из немногих женских персонажей, которые почти непрерывно кричат на Скотта, но благодаря природному обаянию Кендрик, она делает из Стейси персонажа, которого вполне можно представить в реальной жизни, при этом за очень короткое экранное время. Кендрик стала ещё более востребованной актрисой за годы после выхода Скотта Пилигрима. К тому времени она уже была номинирована на премию Оскар за фильм Мне бы в небо, и вслед со своими ранними успехами снялась в таких признанных критиками и зрителями картинах, как Жизнь прекрасна, Идеальный голос и его сиквелах, и Чем дальше в лес. Актриса также подарила свой голос одному из персонажей мультфильма Тролли 2016 года и его продолжения, и в том же году опубликовала мемуары под названием Задиристая маленькая Никто. Задолго до начала действия фильма Скотту разбивает сердце его собственная злая бывшая, которая также играет в группе, пускай и гораздо более успешной. Натали Энви Адамс, которую играет Бри Ларсон, солистка группы Clash at Demon Head, и, по словам Скотта, она собирает толпы поклонников на своих концертах и даже подписала контракт с крупным лейблом. К тому времени, когда начинается повествование фильма, Энви уже стала настоящей звездой. Однако, когда они со Скоттом воссоединяются, выясняется, что её басист и парень – ещё один бывший Рамоне, и ситуация становится ещё более напряженной. После появления в таких инди-фильмах, как Лови момент 2013 года и крупных комедиях-блокбастерах, как, например, Девушка без комплексов, Ларсон добилась огромного успеха в своей карьере, когда получила Оскар, а также несколько других крупных наград за главную роль жертвы похищения с маленьким сыном в захватывающей драме 2015 года Комната. После победы на Оскаре Ларсон начала получать роли в блокбастерах, таких как, например, Конг Остров Черепа 2017 года, а в 2019 году она уже дебютировала в киновселенной Марвел в роли Кэрол Денверс, также известной как Капитан Марвел. Помимо актёрской игры, Ларсон также пробует себя на режиссёрском поприще. В 2017 году вышел её фильм Магазин единорогов с участием её друга и коллеги по фильму Капитан Марвел Сэмюэла Джексона. В группе Скотта Sex Bobomb есть только одна участница женского пола. Очевидно, что Ким Пайн, которую играет Элисон Пилл, определенно обладает достаточным талантом, чтобы уравновесить группу. Она является барабанщиком в группе и очень сильно переживает из-за тяжелого разрыва между ней и Скоттом. И пускай она не может удержаться от ехидных комментариев в сторону Скотта, она по-прежнему поддерживает его и группу в целом. С момента выхода Скотта Пилигрима на экраны Пилл снялась в таких фильмах, как Сквозь снег 2013 года, но больше всего она стала известна благодаря работе на телевидении. Актриса получила главную роль в драме Аарона Соркина Служба новостей на канале HBO, сыграв помощника продюсера Мэгги Джордан, и продолжала сниматься в сериале на протяжении всего его показа. В последние годы Пилл появлялась в таких проектах, как Американская история ужасов Культ и Звёздный путь Пикар от CBS, который вышел в 2020 году. В роли саркастичной сквернословящей Джули, которая постоянно появляется там, где Скотт меньше всего ожидает её увидеть, Обри Плаза является прекрасным дополнением к актёрскому составу фильма. Джули, конечно, не фанат Скотта, но у неё есть связи со всеми в Торонто, а это значит, что Плаза неоднократно появляется на экране, и при этом её нецензурные оскорбления обычно закрывают чёрным прямоугольником. До того, как сыграть в Скотте Пилигриме, Плаза уже была частью актёрского состава сериала Парки и зоны отдыха. Она играла острую на язык и апатичную Эйприл Ладгейт, позже Эйприл Ладгейт Двайер, до тех пор, пока сериал не закончился в 2015 году. После чего актриса присоединилась к сериалу Легион от FX. Плаза также сыграла в нескольких фильмах, часто исполняя мрачные и причудливые роли, например, в Ингрид едет на запад. Следующими проектами в 2020 году стали два известных инди-фильма, Самый счастливый сезон и Черный медведь. Брэндон Рут играет одного из злых бывших Рамоны, а также нового парня Энви, Тодда Ингрэма. Он влияет на историю Скотта Пилигрима против всех разными способами, но есть одна часть его личности, которая важнее всего остального – он веган. Благодаря особой диете и способности строго соблюдать её, Тодд обладает довольно большими силами. Энви даже говорит о нём следующее. Фальшивый покров в веганство Тодда в конечном итоге снимается, но роль Рута, известного тем, что он сыграл одного из самых известных супергероев всех времен, не случайно была введена в фильм. К тому времени, когда актер появился в роли Тодда, он уже сыграл Супермена в Возвращении Супермена 2006 года, пускай его и заменили во время перезагрузки франшизы в фильме Человек из стали. Со времен Скотта Пилигрима Рут появлялся в ряде проектов, в том числе вернулся к своим супергеройским корням в сериале Стрела от CW и смежных проектах в роли Рая Атома Палмера. Ему даже удалось повторить свою роль Супермена в кроссовере Вселенной Стрелы Кризис на бесконечных землях 2019-2020 годов. Скотт ловко побеждает большинство злых бывших Рамоны, но последнего влиятельного музыкального продюсера Гидеона, которого играет Джейсон Шварцман, одолеть намного сложнее. Как только Рамона снова видит Гидеона, она попадает под его чары, как оказалось благодаря микрочипу, который Гидеон имплантировал ей в шею. И пускай Скотт думает, что потерял её навсегда, он сражается с Гидеоном в финальном бою, чтобы вернуть свободу своей возлюбленной. Шварцман уже имел опыт съемок в детективном комедийном сериале от HBO Убить Скуку к тому времени, когда он попал в актёрский состав фильма Скотт Пилигрим против всех, но зрители знают этого актёра лучше всего по его постоянному сотрудничеству с режиссёром Уэсом Андерсоном. Шварцман снялся в таких лентах, как Королевство полной луны, Отель Гранд Будапешт и Французский вестник в приложении к газете Liberty Kansas Evening Sun 2021 года, и это лишь некоторые из этих проектов. Тем не менее, он также находил время для картин, не связанных с Андерсоном, включая Спасти мистера Бэнкса, драму 2014 года Большие глаза и комедию Netflix 2018 года Винная страна. На протяжении своих битв с первыми бывшими Рамоны Скотт продолжает называть их злыми бывшими парнями Рамоны, и, кажется, не обращает внимания, когда Рамона поправляет его, говоря просто, бывших. Однако вскоре он понимает, почему. Одна из её бывших, Рокси Рихтер, определенно не является парнем, но у неё есть претензии к Скотту. Роль Рокси исполнила всегда весёлая Мэй Уитмен. Скотт Пилигрим против всех – второй проект, в котором Сэра и Уитмен снялись вместе. Ранее они сыграли Джорджа Майкла Блута и его ничем не примечательную девушку Энн в сериале Задержка в развитии. Они воплощали этих персонажей на протяжении всего оригинального сериала, а также его запоздалого возвращения от Netflix. И пускай Уитмен снималась в таких фильмах, как Хорошо быть тихоней 2012 года и Простушка 2015 года, чаще всего актрису можно увидеть в телевизионных проектах. У неё было несколько гостевых ролей, а затем Уитмен стала одной из звезд криминальной комедии NBC Хорошие девчонки вместе с Реттой и Кристиной Хендрикс. В начале фильма Скотт полностью предан своей роли басиста группы Sex Bob Omb, но по мере того, как он всё больше вовлекается в отношения с Рамоной и битвы с её бывшими, парень начинает уклоняться от своих обязанностей. Вскоре появляется молодой Нил, которого играет Джонни Симмонс – кроткий и тихий фанат, который следит за группой. Сам будучи басистом, Нил знает все партии Скотта и в конечном итоге заменяет его на более или менее постоянной основе. Симмонс уже снимался в комедии по роману Дьябло Коня, Тело Дженнифер и других узнаваемых фильмах к тому времени, когда появился в Скотте Пилигриме против всех. В последние годы Симмонс сыграл в таких фильмах, как Мачо и Ботан и Поздний Цветок 2016 года. Актёр также появлялся в гостевых ролях в телесериалах и принимал участие в недолговечном проекте от Netflix Начальница. Билл Хейдер, может, и не появлялся в Скотте Пилигриме против всех, но если вы внимательно прислушаетесь во время сцены между Скоттом и Рамоной, то отчетливо услышите его характерный голос. Когда Рамона говорит, что волосы Скотта становятся лохматыми, он отмечает, что в последний раз приводил свою стрижку в порядок всего за несколько часов до тяжелого разрыва с Энви. Когда он вспоминает об этом, голос Хейдера спорит с ним, напоминая, что Скотта просто жестоко бросили, чтобы он там не говорил Рамоне. Хейдер уже был звездой шоу Субботним вечером, когда подарил фильму свой дерзкий закадровый голос. И пускай он больше всего известен комедийными ролями в таких фильмах, как Девушка без комплексов и Головоломка, в последние годы актёр переключился на драматические проекты. В 2019 году он сыграл взрослого Ричи в фильме Оно 2, а начиная с 2018 года играет в сериале HBO Барри в главной роли убийцы, ставшего актёром, которая принесла ему несколько премий Эмми. Каждой группе нужен симпатичный фронтмен, играющий на гитаре, и в секс-поп-омб им является Стивен Стилс, которого играет Марк Веббер. Отчаявшись заключить контракт со звукозаписывающей компанией, Стивен готов пойти на всё, чтобы привести группу к славе, включая предательство Скотта и подписание контракта с Гидеоном. После съемок в роли Стивена Марк Веббер появился в таких фильмах, как Если хочешь хорошо провести время, позвони, Детка и Счастливого Рождества. Веббер также много работает вне актёрского поприща над разными фильмами. Он написал, срежиссировал и снялся в таких фильмах, как С тех пор, 2014 года, и Плотикровь, 2017 года. В начале фильма друзья Скотта осуждают его за то, что он встречается с гораздо более молодой девушкой, со старшеклассницей по имени Найвс Чау, которую играет Эллен Вонг. Девушка боготворит Скотта и не может поверить, что ей повезло встречаться со взрослым мужчиной, а точнее, с мужчиной-ребенком. Она абсолютно одержима Скоттом, но когда он начинает влюбляться в Рамону, он бросает Найвс, чем вынуждает её желать мести. Образ наивной девушки и предыдущие тренировки в боевых искусствах помогли актрисе получить роль Найвс, и после Скотта Пилигрима против всех она продолжала стабильно сниматься в сериалах. Вонг появилась в нескольких популярных телесериалах, в том числе Дневники Кэрри и Черная материя, и в конечном итоге она получила роль в оригинальном сериале Netflix, Блеск. Вонг сыграла Дженни, которая выступает под псевдонимом Печенье счастья. Скотт Пилигрим против всех наполнен забавными героями второго плана, немногие из которых могут сравниться с Майклом Кома, которого играет Нельсон Франклин. Он присутствует абсолютно везде – от вечеринки, где Скотт впервые встречает Рамону, до театра Хаоса во время финальной битвы Скотта и Гидеона. И где бы не появлялся этот персонаж, на заднем плане всегда можно услышать, как он делает какие-то мерзкие комментарии. Франклин, как правило, появлялся в телевизионных и кинопроектах как комедийный актёр, хотя он чаще всего снимается именно на телевидении. Актёр снимался в повторяющихся ролях в нескольких из лучших комедийных сериалах за последние несколько лет, включая «Офис», «Вице-президент», «Новенькая» и «Чёрная комедия», а также был частью основного состава таких сериалов, как «Миллеры в разводе» и «Уэбби». Прежде чем Скотт узнает о семи злых бывших Рамоне, он принимает участие в битве музыкальных групп в составе секс-поп Омп. Когда Рамона и Найвз были среди зрителей, Скотт попадает в разгар совершенно другой битвы, когда первой бывшей Рамоне Мэттью Паттель, сыгранный Сатья Баба, появляется на сцене и исполняет песню и танцевальный номер в стиле Болливуда, посвященный драке со Скоттом. Главный герой довольно быстро справляется с Мэттью, но в результате боя Рамона вынуждена объяснить сложившуюся ситуацию. Родившийся в Британии Баба появился в главной роли в фильме 2012 года «Дети полуночи», основанном на одноименном романе, а за ним последовали роли в таких комедийных сериалах, как «Новенькая» и «Исцайдеры». Совсем недавно, с 2017 по 2018 года, Баба играл роль Хабиба в оригинальном сериале Netflix «Восьмое чувство», снявшись в пяти эпизодах второго сезона. В начале фильма Скотт Пилигрим против всех группа Sex Bob Omb сталкивается со своими соперниками в битве музыкальных групп. К несчастью для конкурирующей группы Crash and the Boys, прибытие Мэттью Паттеля означает их гибель. Эрик Кнудсен играет ведущего музыканта группы, и имея на своей стороне девушку-барабанщицу, к большому огорчению главных героев, группа начинает брать верх. Однако вскоре после того, как они сгорели, Sex Bob Omb по умолчанию побеждает в соревновании. Через год после Скотта Пилигрима Кнудсен появился в сиквеле известного фильма ужасов Крик 4 2011 года. Кнудсен наиболее известен своими ролями в таких сериалах, как Антиутопия Ерихон и научно-фантастическом проекте Континуум. И пускай кажется, что веганский образ жизни Тодда Ингрэма полностью превосходил возможности Скотта во время их битвы за Рамону, главный герой в конечном итоге побеждает своего соперника необычным образом – с помощью кофе с небольшим количеством молока. Почти сразу же для расследования появляется веганская полиция, которую сыграли Томас Джейн и Клифтон Коллинз-младший. Как оказалось, Тодд в последнее время много грешил, наслаждаясь всем, от джелату до куриного пармезана. После того, как веганская полиция забрала суперсилы Тодда за его преступления, она быстро исчезла. Если вы поклонник оригинальных проектов HBO, то, возможно, помните Джейн из сериала Жеребец, который транслировался с 2009 по 2011 год, а если вам нравится научная фантастика, то, скорее всего, вы видели его в главной роли сериала от sci-fi Пространство, он же Экспансия. Что касается Коллинза-младшего, он снялся в 2019 году в фильме Однажды в Голливуде и продолжении Вероники Марс в том же году, а поклонники Мира Дикого Запада узнают его как Лоуренса. Уоллес одерживает множество побед в фильме, и, как выяснилось, одна из них связана с именем главного героя фильма. Поскольку Уоллес и Скотт делят одну постель, персонаж Льюиса, другой Скотт, в конечном итоге сближается со своим двойником, узнав личные детали его жизни и борьбы за благосклонность Рамоны. У Льюиса было множество ролей на телевидении, включая сериалы Последний кандидат, Рассказ служанки и Форс-мажоры. Обычно он играет второстепенные роли как в кино, так и на телевидении, но актёр регулярно появлялся в сериале Стрела в роли взрослого Уильяма Клейтона. Когда Скотт приближается к новому месту встречи с Гидеоном, Театру Хаоса, чтобы сразиться с последним злым бывшим Рамоны за её сердце, он сталкивается с очевидным препятствием. На первый взгляд, место кажется довольно тщательно охраняемым. Но когда Скотт встречается лицом к лицу с охранниками, которых играют Джон Патрик Амедори и Джоди Никол, ему не составляет труда попасть внутрь, и когда Скотт возвращается к битве с боссом, он побеждает охранников, оставляя от них груды монет. Помимо Скотта Пилигрима против всех, Амедори снялся в нескольких крупных телесериалах, в том числе в популярном подростковом проекте Сплетница в качестве одного из возлюбленных Сирены Ван дер Вудсон. Амедори также сыграл главную роль Гейба в 2017 году в сериале Netflix Дорогие белые. Что касается Дени Колла, то, как это случилось и со многими другими актерами фильма, он известен по роли в сериале Стрела, в его случае как Рори Риган или Регман, а также по гостевым ролям во многих других сериалах. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актеров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!